МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Североказахстанской области в резиденции Аблайхана состоялась встреча, где обсуждали послание главы государства. С ежегодным посланием президент Казахстана Нушултан Назарбаев выступил 10 января этого года. Двое мужчин погибли в Шемкенте, отравившись угарным газом. По словам специалиста, владелец дома, в котором были обнаружены тела погибших, подключился к газоснабжению самовольно. Пройти в этот дом невозможно. Все закрыто. Владелец дома сегодня хоронит одного из рабочих, которых нанял для ремонта. Как стало известно, 16 января он решил позвонить в свой загородный дом, чтобы поговорить с рабочими. А когда не дозвонился, заподозрил неладно и на следующий день позвонил своему охраннику, чтобы тот проверил, все ли в порядке. В доме мужчина обнаружил два уже остывших тела. Он рассказал, что один из ребят 93-го года рождения лежал у лестницы. Второй, видимо, умер сидя. В таком положении на втором этаже его тело и обнаружил охранник. Судя по всему, когда их настигла смерть, они работали. Рядом с телами лежали инструменты, а сами они были в рабочей одежде. Газовики, к которым также поступил сигнал о ЧП, приехали на место и обнаружили массу нарушений, которые и повлекли смерть двоих людей. Он подключился к газу незаконно. У владельца нет никакой исполнительно-технической документации и лицевого счета. В доме было обнаружено 8 точек, 2 на 2 заводских котла, уже подключенных, один на самодельную горелку для приготовления пищи. К остальным пяти приборы не подключены. Что касается дымохода, то он также был проведен с нарушениями. И в трубе имелся зазор длиной 12 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Очевидно, что угарный газ постепенно заполнял помещение, а в результате концентрация в непроветриваемом двухэтажном доме с плотно закрытыми окнами привела к тому, что двое молодых людей, одному из которых было 25 лет, а второму 22 года, так и не поняв, что произошло, уснули навсегда. По информации специалистов газового хозяйства, в городе еще более 18 тысяч потенциальных смертников, подключившихся к газоснабжению незаконно. Что касается владельца этого дома, то его ждут претензии не только от родственников, наемных рабочих, но и правоохранительных органов. За действия, которые привели к гибели людей, ему предстоит отвечать перед законом. В Ахтубе прошел семинар для налогоплательщиков четырех областей Казахстана. В этот город приехали представители комитета государственных доходов и рассказали о новшествах в налоговом кодексе. Налогоплательщики со всего Западного Казахстана собрались сегодня во Дворцы студентов, чтобы из первых уст узнать о новеллах в новом налоговом кодексе страны, введенном в действие с 1 января этого года. Документ содержит множество серьезных изменений и поправок, которые в первую очередь направлены на то, чтобы упростить процедуру уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Об этом сегодня рассказал представитель Минфина. Налоговый льгот там остались для малого и среднего бизнеса. Льготы налогоплательщиков в виде спецналогрежима тоже остались. Если взять больше налогоадминистрирования, то есть там много новшеств, например, при регистрации, многие детали упрощены. Для индивидуальных предпринимателей может уведомительного характера регистрироваться. Ликвидация тоже упрощена. Если раньше многие были через проведение налогопроверок, что занимало много времени, сейчас будет проводиться дистанционно-камеральный контроль на основании имеющихся данных налоговой декларации. Новый налоговый кодекс рассчитан прежде всего на защиту интересов добросовестных налогоплательщиков. Для развития малого и среднего бизнеса предусмотрено сохранение действующих специальных налоговых режимов. Раньше приходилось налогоплательщику, грубо говоря, перетерпевать очень многие проверки со стороны санирующих налоговых органов. Сейчас это все упрощено. Если налогоплательщик является честным плательщиком налогов и других обязательных платежей бюджета, в принципе, ему бояться нечего. Предусмотрены налоговые изменения в аграрном секторе, в геологоразведке и недропользовании промышленности и инвестициях. Предполагается оздоровление финансового сектора. В североказахстанской области в резиденции Аблайхана состоялась встреча, где обсуждали послание главы государства. С ежегодным посланием президент Казахстана Нушултан Назарбаев выступил 10 января этого года. В резиденции Аблайхана состоялась встреча по обсуждению послания главы государства. По словам заместителя директора музейного комплекса Асим Гуль Катбековой, весь коллектив благодарен президенту за то, что отдельное внимание было уделено и развитию культуры. В послании президента были охвачены многие темы, касающиеся разных сфер. Это и медицина, и образование, и, конечно же, культура. Этому мы, безусловно, рады. Так как мы являемся именно культурным объектом, мы хотим внести свой значительный вклад в процветание культуры. На этот год у нас в планах множество мероприятий, а также мы будем стараться со своей стороны реализовывать многие задачи. На встрече также присутствовал и депутат областного масляхата Бажан Жалгаспаев. Он не раз подчеркнул, что данное послание определяет конкретные задачи для успешной адаптации в новом мире – мире четвертой промышленной революции. В ходе обсуждения заведующая научно-исследовательским отделом истории Даяна Амренова уделила внимание теме смарт-городов. Султан Абишевич обозначает, что несмотря на успехи, государство не должно останавливаться на достигнутом. Оно должно всегда находиться в поиске новых возможностей для развития страны. И перечисляя 10 основных задач, стоящих перед Казахстаном, президент делает особый упор на активное внедрение современных технологий во все сферы казахстанского общества. Необходимо также подчеркнуть, что новое послание главы государства опубликовано в юбилейный год столицы. И в разделе «Умные города для умной нации» президент особо подчеркивает 2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы, города Астаны. Ее становление и вхождение в число важнейших центров развития Евразии – это предмет всеобщей гордости. Напомним, что глава государства Нурсултан Азарбаев выступил с посланием народу 10 января 2018 года. Он определил 10 задач, которые необходимо реализовать общими силами.